Республиканская политическая партия Форум народного единства Абхазии Назвала инициативу оппозиции По созданию общенационального движения По защите государственности Абхазии Непомерно амбициозной Об этом говорится в распространенном сегодня Заявлении партии Участники совместного заседания оппозиционных сил Заявили, что действия нынешней власти Ставят под угрозу само существование Абхазского государства Раскол в абхазском обществе Оппозиция связывает с появлением На политической арене Рауля Хаджимба Считая при этом, что консолидация общества Возможно только после его ухода из политики Предвзятость подобных оценок и выводов Достаточно очевидна, считают в ФНА Тщетны и лишены всякой аргументации Попытки членов оппозиционного блока Большинство которых еще вчера Занимали высокие государственные посты Переложить ответственность за политическую напряженность В стране исключительно на одного человека И его команду Те, кто спекулирует с ссылками На события 2004 года Не должны забывать о том Кто и как осуществляли вооруженный захват Телерадиоцентра Врывались в президентский дворец Выкидывая фотографии первого президента Ломая двери его рабочего кабинета Унося оттуда ценные вещи И документы Отмечается в частности в заявлении партии С приходом к власти тех, кто сегодня якобы Озабочен проблемами раскола общества Вытеснение неугодных людей Их увольнение с должности приняло массовый характер Вплоть до изгнания технических работников По принципу свой-чужой Это могут подтвердить сотни людей Пострадавших из-за такой кадровой политики Напоминает партия Форум народного единства Абхазии Между тем, ФНА считает уместным и целесообразным Напомнить ревностным защитникам нашей государственности О том, что именно по их вине Буквально четыре года назад Абхазия оказалась на грани утраты Своего суверенитета В результате незаконного массового предоставления Абхазского гражданства и паспортов Жителям восточных регионов республики Обладающих одновременно и гражданством Вражеской Грузии И это вызвало мощную волну Общенационального протеста В связи с вышеизложенным ФНА считает необходимым заявить Ответственность за любые действия По насильственной смене власти Ложится на инициаторов подобных акций Предлагаем обсуждение неурегулированных проблем В рамках цивилизованного политического диалога Власть должна адекватно реагировать На любые провокационные действия Ведущие к дестабилизации обстановки в стране Тем временем руководители общественных организаций Политических партий В числе которых Халхас Квициния Амцахара Лев Шамба Коммунистическая партия Республики Абхазия Рауль Лолуа Наш Дом Абхазия Аслан Бжаня Фонд Апра Сергей Шамба Единая Абхазия Нокзар Ашуба Абзанхара Дмитрий Дбар Кераза Иерей Виссарен Аплия Абхазская церковь Михаил Логуа Экс-вице-президент Ирина Агрба Женщины в политике Бадра Гунба Ливан Мика Абсхара Обратились к руководству республики С требованием в кратчайшие сроки Завершить запланированные Государственные комиссии Мероприятия по уфиковечению Памяти Сергея Васильевича Багапша В перечне требований Содержатся такие пункты Как в срок до 1 октября 2018 года Начать и завершить работы по укреплению Оползневого участка у мемориала Вселечгярда До 15 декабря 2018 года Провести конкурс на установку памятника На площади имени Сергея Багапша В Сухуми И установку памятника Или Бюстова Чемчири А также разработать и создать закон О президенте республики Абхазия Прекратившим свои полномочия Где предусмотреть за счет средств госбюджета Социальные гарантии Обеспечение транспортом И средствами на его обслуживание Штатные единицы помощника и охраны Материальную компенсацию В случае преждевременного ухода из жизни Сохранение предусмотренных льгот За членами семьи И, наконец, обязать АГТРК И другие государственные СМИ В должной мере освещать вклад Сергея Багапша В дело строительства абхазского государства Как в период памятных дат Так и в повседневной жизни К обращению прилагается более Одной тысячи подписей граждан Абхазии В Сухуми идут работы по укладке асфальта На участке автодороги Маяк Нижняя Шера Специалисты обещают завершить их До празднования Дня Победы И независимости 30 сентября Помимо этого Завершается укладка асфальта По улице Имама Шамиля Близится к завершению работы По укладке асфальта На улице Имама Шамиля в Сухуми В верхней части улицы Работы практически завершены Уложен второй слой асфальта И уже устанавливаются бордюры В скором времени будут установлены Дорожные знаки и разметка Прежде чем заасфальтировать Эту одну из центральных улиц города На ней были проведены подготовительные работы Проложен водопровод И ливневая канализация На днях начнется укладка Второго слоя асфальта В нижней части улицы Работы проводятся В рамках российской инвестпрограммы А около недели назад Начались работы на дороге Соединяющей нижнюю ширу со столицей Укладку асфальта протяженностью 8 километров Начали с мемориального комплекса Первого президента Владислава Арзенба Работы проводит Гудаутское дорожно-строительное управление И здесь, на каждом участке дороги Перед укладкой асфальта Вначале проводятся подготовительные работы Выравнивается поверхность дороги А почины очищаются от лишней растительности Несмотря на очень жаркую погоду Работы идут достаточно оперативно Уже заасфальтировано 2 километра дорожного полотна Как обещают специалисты управления Если позволят погодные условия Работы завершатся в срок до 20 сентября Вкладку асфальта протяженность мы ведем уже почти неделю До этого были подготовительные работы И намерены мы завершить ее от числа к 20 сентября Все будет нормально Сейчас в этом месте мы ведем подготовительные работы Срезаем завышенные места И подготавливаем к укладке Рабочие обеспечены материалом и всей необходимой спецтехникой Все работы по укладке асфальта проводятся за счет срез республиканского бюджета По специальному заказу кабинетом министров Республики Абхазия Сумма, заложенная на ремонт дороги Составляет порядка 65 миллионов рублей Решение о ремонте дороги было принято правительством В рамках мероприятий по подготовке к празднованию 25-летия Дня Победы и независимости Абхазии Как говорят специалисты, это только начало работ Предстоит более масштабная реконструкция дороги С проведением всех подготовительных работ Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Арсен Чакрян Сегодня проститься с ветераном в Гагру приехали президент Рауль Хаджимба Члены правительства, депутаты парламента, ветераны, общественность Смотрите репортаж наших коллег из Гагрского телевидения Проститься с ветераном Великой Отечественной войны Арсеном Чакрян пришли президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба Представители руководства страны Представители Союза армян и армянской общины Абхазии Руководство района, общественность Арсеном Барцумович Чакрян родился в 1917 году в селе Верхняя Ишера Был призван в ряды Красной Армии 27 июня 1941 года Затем отправлен в 35-й запасный полк Боевой путь Арсеном Чакря начался с освобождения города Ростов-на-Дону До победного парада ему довелось пройти нелегкий путь От начала до конца Великой Отечественной войны Он служил в пехоте Первого Приполдийского фронта Пехотинец с красноармейцами от оккупантов освобождали города Мокрый Батайск, Таганрог, Иловайск, Донецк, Мариуполь, Мелитополь, Крым, затем Ригу Боевой путь Арсен от Чакрян завершился в столице Восточной Пруссии, Кёнигсберге Во время этих боев Арсеном Барцумович получил осколочное и пулевое ранение в голову, серьезные ожоги и контузию Он был участником Первого парада победы, состоявшейся 24 июня 1945 года За проявленную храбрость и отвагу Арсеном Барцумович Чакрян был награжден Орденом Красного Знамени Орденом Красной Звезды, Орденами Отечественной войны Первой и Второй степеней Орденом Славы Третьей степени и 16 медалями Он также является участником Отечественной войны народа Абхазии Во время Грузино-Абхазской войны 1992-1993 годов снабжал медицинские учреждения Абхазии системами для переливания крови В мирное время Арсен Чакрян возглавлял союз ветеранов Великой Отечественной войны Гагрского района За заслуги перед Отечеством был награжден Орденом Ахидзапша Третьей степени Выступавшие на траурном митинге отмечали, каким Арсеном Барцумовича они знали Арсен Чакрян навсегда останется в памяти знавших его людей большим патриотам В горных массивах Абхазии разведчики российской военной базы Южного военного округа в Абхазии провели тактико-специальное учение по ликвидации диверсионных групп противника, скрывающихся в горных массивах Военнослужащие устроили засады и при обнаружении условных диверсантов уничтожили их огнем из штатного вооружения Целью учения являлась подготовка разведчиков к скрытным и оперативным действиям При выполнении учебных элементов использовались тротиловые шашки, сигнальные ракеты и холостые патроны к оружию Всего в трехдневных мероприятиях, проводимых на горно-лесистом полигоне Цабал приняли участие порядка 300 военнослужащих базы и более 40 единиц военной техники сообщает Пресслужба Южного военного округа В Тирасполе состоялся международный конкурс рисунков Абхазии, Южной Осетии Приднестровья, дружба, скрепленное временем Его очередители – официальные представительства Республик Абхазия и Южная Осетия в Приднестровье Конкурс был приурочен к 25-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии Десятилетию агрессии Грузии против Южной Осетии Десятилетию признания России, Абхазии и Южной Осетии Полномочный представитель Республики Абхазия в ПМР Александр Ватаман поблагодарил участников и организаторов выставки В конкурсе приняли участие 95 юных художников, представляющих 6 стран Южную Осетию, Абхазию, Приднестровье, Молдову, Украину и Россию Результаты зрительского голосования, так называемые лайки, вывели в финал конкурса 57 работ, которые и были представлены на выставке И в конце выпуска традиционно о погоде По сообщению Гидромедцентра, завтра в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков К вечеру местами возможен дождь с грозой Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем 27-32 тепла Температура морской воды плюс 27 На этом наш выпуск завершен Всего доброго и до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...